Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Нет, тут еще, я думаю, ожесточение. Разочарование и ожесточение. 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 Еще. Страдание. Ну, можно... Боль. Вот вообще вот боль... Когда мы говорим о группе, что люди уже все, они умирающие, тяжело больные, то есть они со своей стороны уже ничего не могут изменить. Мы так думаем. Вот мне тут вы и советуете, а что я могу? Я же не могу встать и побежать. Ну, то есть вот это ожесточение. И может быть даже нежелание ничего делать, потому что все уже, человек... Ну да. Ожесточение. Еще у них есть уход себя, как правильно формулировать. Ну, уход себя, да, давайте скажем, уход себя. Я думаю, это можно как бы все, конечно, там нежелание как дальше бороться, обреченность. Ну, это вот самое такое, понимаете, один из случаев... Пессимизм. Да, нет, один из случаев, когда человек больше заботится о физическом, чем о духовном, понимаете? Вот это больше, понимаешь? Вот плотской человек, когда плоть умирает, она страдает, она болит, понимаешь? И ты как бы смотришь... Все внимание на... Внимание на этом сосредоточено, да, и тебе уже не о внутреннем состоянии. Ну и что мы можем сделать, чтобы эти барьеры преодолеть? Самая маленькая болячка, умело преподнесенная такому человеку, и только не сравнивать его с собой, а сказать о своих чувствах и качествах, как ты это переживал и насколько тяжело было тебе, даже если у тебя болел зуб. И сто процентов это растопит лёд его сердце. Сто и сто, если ты в гору преподнести это. Я думаю, еще тут нужно дать человеку надежду в будущем, что даже если человек умирает, что есть надежда в Боге. То есть как-то, не знаю, объяснить. Надежда сейчас или надежда в следующем будущем? Ну, если человек умирает, то есть уже на жизнь у него тут в этом мире уже все нет. Это уже конец, для него сейчас здесь конец, да? Или как, ну, умирающий человек. Я считаю. То как бы надежда вот именно есть. Мы-то все равно когда-то все умрем. Ну, да. Ну, как бы духовный аспект, то есть вот такой вот, как-то подвести. Я считаю, тут два аргумента, которые нужны для этого человека. Первый – это сострадание. И второй – это ободрение. Ну да. Сострадание ободрение. И вот здесь правильно прозвучала несколько раз, прозвучала фраза, что вот на этом этапе не говорить о духовном преступлении. Вот здесь, вот, понимаете, вот здесь это тоже нужно. Но тут, понимаете, сначала личный контакт, сначала сломка барьеров, сначала… То есть в данном случае, понимаете… Время уже остается мало. И потом человек сам знает, что он умирает, человек сам знает, что он подходит к черте, человек сам знает, что эта боль уже никогда не кончится. Все, он приходит к черте. И он от вас ждет, что вы скажете, что делать. Что дальше? Но, с другой стороны, ни в коем случае нельзя навязывать свои убеждения человеку. То есть вот вы пришли, допустим, в тот же самый хоспис, человек умирает, он говорит, так, быстро покайся. Сейчас вот тебе осталось тут буквально 20 минут, ты умрешь, давай быстрее кайся, принимай Бога. И этого делать ни в коем случае нельзя. Вы знаете, очень советую вам прочитать книгу митрополита Антоний Сурышский. Называется «Жизнь, болезнь, смерть». А сопровождение умирающего человека. Вы знаете, вот лучшие книги… Вот маленькая книжечка, вы ее прочитаете буквально за час. Вот, то есть вы все эти прочитаете. «Жизнь, болезнь, смерть». Этот человек… Просто, знаете, мы хотим просто прочитать отрывок из его книги. Вот мы тоже тут ее приводим. Из его книги «Жизнь, болезнь, смерть». Он, ну это уже достаточно солидный человек, в 2003 году, по-моему, он… В 2005 году. В 2005 году он умер. Он принимал участие во Второй мировой войне, он был врачом. И вот он описывает свои такие воспоминания. «В самом начале войны я был хирургом в полевом госпитале. Умирал молодой солдат. Он был готов принять смерть, но скорбел, что умрет один, вдали от жены и детей. А я буду с тобой», – сказал я ему. «Но ведь вы же не будете со мной всю ночь. Всю ночь. Сначала мы с тобой будем просто разговаривать», – ответил я. «Потом, когда тебе станет трудно говорить, ты будешь смотреть на меня, а я буду продолжать говорить с тобой. Потом ты уже будешь не в силах удерживать свой взгляд. Я тебя возьму за руку. Потом ты будешь удаляться, но я буду пожимать твою руку, а ты отвечай мне. Как только ты мне не ответишь, я буду знать, что ты скончался». Так и произошло. Молодой солдат ушел в вечность умиротворенном. И вот Антоний Сурышский говорит, что когда он приходит к умирающим людям, и человек говорит, я не верующий, мне не надо, что вы тут пришли. Ну, он же приходит в рясе. То есть сразу видит, для чего человек пришел. Священника. Он говорит, обычно я так предлагаю, ты знаешь, я хочу за тебя помолиться. Ты не хочешь, не надо. Это твой выбор. Ну, а в чем бы ты хотел, чтобы я за тебя помолилась? Если человек молчит, он говорит, ну тогда, знаешь, можно я помолюсь? А ты просто послушаешь. И он сказал, что не один еще говорил, не надо за меня молиться. И потом он задает такой вопрос. Скажи, ты не хотел с собой брать туда? В вечность. В вечность. Всегда люди отвечают на этот вопрос. Вот это я сделал плохо, вот это бы я не хотел. Вот здесь я виноват. То есть он помогает человеку на его уровне. Исповедаться перед смертью и понять. Может быть, даже вызвать людей, перед которыми он был виноват. Может быть, даже позвонить по телефону. То есть происходит такое, ну будем говорить, покаяние на уровне, вот на том уровне, на котором находится человек. Вы знаете, вот в этой книге очень много, масса таких вот советов, даже не советов, будем говорить, опыта изложенного. Но, вы знаете, для нас это было просто многие вещи как откровение. Еще такой маленький штрих, что для первых христиан было понятие смерти, это не то, что там, а, все, конец. Начало, наоборот. Наоборот, для них это было начало. И вот Иоанн Златоуст пишет о том, что каждого человека заложена память смертная. И у него есть такой даже призыв, имейте память смертную. То есть каждый миг своей жизни проживайте так, как будто это миг последний. Потому что интересно уже, ну все психологи говорят, что если человек знает, что ему осталось жить какое-то вот маленькое количество времени, и если человек уже на каком-то определенном духовном уровне, он это количество времени проживает намного более качественно и продуктивно, нежели предыдущие годы жизни. Всю свою жизнь. То есть, вы понимаете, когда человек начинает каждый миг своей жизни проживать качественно и продуктивно, вот это уже называется жизнь с большой буквы. И, знаете, и очень вам советуем еще прочитать книгу автор Штимм. Вот, Штимм. Книга называется «Оскар и розовая дама». Вы знаете, эта книга вообще, мы ее, когда были в Петербурге в прошлом году, она сейчас хит. Вообще там все ее читают, вообще замечательные, всякие книги сейчас все читают. Ну, она выпущена в Санкт-Петербурге. Вот, и сейчас, я не знаю, вы ее читали или нет, но очень советуем вам ее приобрести. Прям буквально в нескольких словах, о чем она? Про мальчика Оскара, которому поставили диагноз смертельный, что ему осталось прожить, ну, максимум 10-12 дней. И там была женщина, которая, ну, он работал в этой больнице нянечкой. И вот он почему-то к этой женщине расположился. Она приходила в розовом, и он назвал ее «Розовая дама». И когда она узнала, что ему осталось так мало жить, а он очень такой, знаете, как на родителей был обижен, что родители от него скрывали диагноз. Врач от него прятал глаза. То есть он говорит, что я умираю. Ну, почему все взрослые так себя по-глупому ведут? А ему было 6 лет. 10. Ему было 10 лет. 10 лет. И вот эта розовая дама, значит, она ему так сказала, знаешь, а ты напиши Богу письмо. Может, а я не верю, что Бог есть. А не надо верить. Ты просто пиши. Ты пиши письмо, как будто вот, ну, своему другу пишешь. О том, что ты хочешь. И второй говорит, как ты будешь писать письмо. Представь, что один твой день – это 10 лет. Давай, говорит, мы с тобой сыграем в такую игру. Приближается Рождество, и есть такая очень интересная такая сказка, что вот перед Рождеством там человек как бы должен пережить свою жизнь, вот как бы. И давай мы с тобой... И за 12 дней до Рождества он проживает январь, за 11 дней – февраль. И вот к Рождеству он проживает весь свой год. Вспоминает, что было в этом году. А ты давай сделаем с тобой по-другому игру. У тебя один день будет как 10 твоих лет. И Оскар говорит, то есть вы хотите сказать, что сегодня к вечеру у меня как раз исполнится 10? Он говорит, да. Вот сегодня вечером тебе 10, а завтра вечером тебе уже будет 20. И вот эта книга написана как дневник этого мальчика, который описывает свое состояние. Знаете, интересно наблюдать, что действительно мальчик эти 10 дней, или 12, и когда последнее его письмо он говорит, мне уже 120 лет. Я так устал, Господи, я так рад. Что я иду к тебе. И там вот предыдущее письмо, когда он встретил Господа. То есть, прям вот эти 12 писем – это целая жизнь человека и его духовный рост. Как он примирился с родителями, там произошло у него примирение. Как он описывает эти все встречи, там, отношения с родителями. С родителями, с девушкой. С девочкой 10 лет. Да, там была девочка 10 лет, но он-то уже 30-летний. Вот там такие, знаете, такие интересные такие детские вещи. Вот он говорит, я пришел к Розовой даме и говорю, ой, ты знаешь, бабушка Роза, у нас ведь вот мы так вот не допустили такую вещь. Вот мы поцеловались, наверное, теперь у нас будет ребенок, а как же мы будем его воспитывать? А вот она говорит, а чего ты взяла? Ну вот. То есть, мы… Да, чего ты взяла? Да, чего ты взяла? Вот мы потому, что там соприкоснулись языками, это же так вот. Ну, в общем, там все эти переживания. А с одной стороны, детские. А с другой стороны, это переживание взрослого человека. Он думает, а как же так? Нужно взять на себя ответственность, ведь дети – это не просто так, вы понимаете? Потом идут переживания, что за девочкой приехали ее родители везли. Он говорит, все, я остался один, со мной больше нет моей любимой жены. Ну, то есть, они как бы поженились там, да? Мои нет… То есть, идет переживание человека, все его потери в жизни, и он умирает верующим 120-летним старцем. Вы знаете, вот эта книга удивительна. Вот ее читаешь, и горечи там нет. И если льются слезы, они, знаете, настолько светлые. Вот советуем вам прочитать эту книгу. Мы эту книгу особенно советуем… Называется «Оскар и розовые дамы». Советуем читать тем людям, которые находятся вот здесь. И мы уже знаем двух человек. Которого она помогла. Она помогла им как-то вот расправиться. Угу. Вы знаете, просто замечательно. Вот это называется не что иное, как библиотерапия. Терапия словом. Словом с большой буквы. Да. Но слово с большой буквы, конечно, в первую очередь, это Библия, а также те книги, которые несут в себе вот эту истину. Истину. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok